Сегодня мы поговорим о том, почему плагиат в любой своей форме считается неприемлемым, какой вред плагиат может принести студенту при подготовке письменных работ, а также о правилах, которые помогут избежать плагиата. Настораживает тот факт, что среди студентов даже христианских учебных заведений наблюдается довольно снисходительное отношение к плагиату. Вероятно, это является наследием нашего советского прошлого, где право частной собственности часто приносилось в жертву коллективному сознанию и всеобщему благу. Но, как бы то ни было, надо стремиться преодолевать это предрасположение к плагиату. Для этого имеется несколько весомых причин. Во-первых, с христианской точки зрения, цитирую из руководства Евразиатской аккредитационной ассоциации о том, как писать, оформлять богословские работы на русском, украинском и английском языках, от 2002 года написано. Плагиат – это грех. Такой же грех, как воровство или обман. Недаром в западных семинариях студент, увлеченный в списывании чужой работы, что тоже является актом хищения, отчисляется немедленно и безоговорочно, без права восстановления. Действительно, разве может студент, так легко совершающий серьезное преступление, стать достойным пастором». Конец цитаты. Во-вторых, здесь я цитирую из руководства, «широкое заимствование чужих мыслей, идей, так же, как и грубое пренебрежение правилами цитирования является нарушением авторских прав, то есть преступлением против закона». «В число авторских прав, кроме всего прочего, входит право называться им и публиковать свое произведение». Конец цитаты. В-третьих, из того же источника, плагиат сводит на нет смысл обучения или исследования. Даже когда в прежние времена нечестные люди переписывали чужие работы от руки, они хотя бы невольно знакомились с содержанием этих работ. Современные же методы плагиата абсолютно бесполезны для развития человека. Студентам, которые его практикуют, можно посоветовать таким же образом подделать на компьютере и диплом, просто распечатавьте его на принтере, ибо ценность диплома, который они надеются получить путем обмана, будет ничем не выше ценности диплома самодельного». Конец цитаты. В-четвертых, каждый преподаватель, которому хоть однажды приходилось проверять студенческие работы, пестрящие заимствованными массивами чужих мыслей, без должного указания на их авторство, знает какое-то часто бессмысленное занятие. Ведь никакого наличия знаний или навыков у этих студентов такие работы не подтверждают. А если учесть, что на написание такого бездарного надгробия неизвестному автору студенту зачастую требуется меньше времени, чем преподавателю на его беглое прочтение, то проверка его – это еще и унижение. Так справедливо указываются стратегии академического чтения и письма. Короче говоря, использование плагиата – это унижение достоинства любого уважающего себя студента, а также проявление непочтения к преподавателю. И последнее. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Проходят те времена, когда студенты могли безнаказанно радоваться, что обманули профессора. Современные методы проверки на плагиат позволяют выявить практически 100% случаев заимствования текста, какой бы тонкой эта нарезка чужих мыслей не была. Все больше внедряются специальные системы антиплагиата, например, Крот, которые сравнивают работу студента с миллионами других работ. Наши зарубежные коллеги, как указывает руководство Евразиатской аккредитационной ассоциации, уже давно развернули войну с плагиатом, с закономерным для такого процесса исходом – отчислением уличенного студента. Созданы уже компьютерные программы, продукты, помогающие преподавателям в этом нелегком труде. США и в Великобритании наиболее популярна программа Tarnitin, которая является на сегодняшний день одним из основных на мировом рынке онлайновым средством проверки наличия плагиата. Перечень программ можно было бы и продолжить. Это и Plagiarism, Finder и другие программы, которые вы видите сейчас на экране. Еще в 2006 году появилась система обнаружения плагиата в сети интернет-сервис и в России. Это antiplagiat.ru. По мнению экспертов, принцип действия программы не сложен. Для проверки текст необходимо загрузить на сайт antiplagiat.ru и система проверит его на схожесть с содержащимися в базе данных текстами. Диагностика позволяет определить процент скачанного текста и ссылок на оригинальный текст. По мнению разработчиков, данная система работает достаточно тонко, поскольку устойчива даже к синонимам. В общем, лучше не списывать, выдавая за свое с опубликованных где-либо, в том числе и в интернете текстов, даже с иностранных. Потому что преподавателю они уже, возможно, попадались. Но чаще всего преподавателю и проверять ничего не надо. Он уже представляет, на что способен тот или иной студент. И если работа написана не этим студентом, то преподаватель легко может это обнаружить. К тому же, это преступление не имеет срока давности. То есть, даже если незаконное списывание или присвоение авторства обнаруживается через много лет, учебное заведение обязано аннулировать выданный диплом и поставить перед поместной церковью бывшего студента вопрос о постановке его на замечание. Так утверждается в рекомендациях Евразиатской аккредитационной ассоциации. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok